Девушки отдыхают 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 Вы посмотрите, какое внимание пресса к ним и так весь шелкный путь. Но это действительно невероятно. Так, друзья, сейчас Маша выкатится на подиум, а нам надо бежать через ту зрительскую зону, чтобы попасть. Я предлагаю поторопиться, потому что этого пропустить нельзя. Это невероятно. Свет за триумфом Сергея Корякина, девчонки в классе Т-3 объехали все богушки со всего мира. Итальянцев, китайцев. Постромлены все. Это и главное девушки. Они-то думали, получат тигра маленького только за то, что они единственный женский экипаж. Фиг! Они лучшие, они объехали мужиков. И поверьте, это не фуфлышники, это настоящие профессионалы. Мужики, поздравляем. Поздравляем с подиумом. Ааа! Он мне телекройнул. Поздравляю! Поздравляю! Поздравляем. Поздравляем, ребята, вы лучшие! Супер! Вы надежда нашего автострома. Вы молодцы. У меня просто гордость переполняет, когда я вижу газели. В третий местах от ветра целях! Мы там уже были! Саши экипаж! Гришина и Глебмастера и Шелковый Пусинь Единственный в этом году полностью женский экипаж Баки Мэмэри, команда Супра Дэк Рейси Победительница в категории Т3.4 И первая в женской категории Простите передать девчонку The most charming crew on the finish list of the Rally Silkway Road They are on the podium And this year they are the only one The most charming crew Но это невероятно! Они в центре, посмотрите! Они на экране! Сеаня! Супер-дегрессинг Молодцы! They are screaming! The team is screaming for them! Да, вы действительно молодцы! Девчонки, вы сделали это! На открытом баге! Это сложно поверить! Как вы могли это осуществить? Но тем не менее! На фотографию работаем! Победительницы в категории Т3.4 И единственный полностью женский экипаж Браво! 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 Директор представительства «Газпром» Виктор Валентинович Браво! 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 На выборах подожди! Стоп! Барбки! 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 Аххаха! Друзья! Вот он, вот он торжеств Вот эти огромные букеты цветов этим двум смелым блондинкам! Молодцы! Молодцы! Мы с командой «Сервис». Расслабь, не сжать! Вообще на поте! В одному возьмите! В одному возьмите! Молодцы! 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 Ария Афановна, Таисе Штарева, Сюбротеквейсинь! Туал Фиме, Элегант! Давайте, давайте, шампанье, шампанье и флауэрси, первое время флауэрси на поре! Впервые вижу немного цветов на подиме! Абсолютно заслужено! Давай снизу спустим! Ведь это действительно наш, женский экипаж из России! Которые прошли почти десять тысяч километров вдвоём! Это практически полностью открытая флаги! И они обливают нас шампанье! Шампанье шауэр для всех! Впервые опарины Таисе Штарева! Впервые в пустыне! Впервые в пустыне! Впервые в пустыне! Впервые в пустыне! Ребята, ну просто нет слов! Вы не представляете, это невероятные ощущения! Это не потому, что Маша, это наша команда! Это Россия! Это супер просто! Девчонки, спасибо вам! Таисе Шампаньеедой Ага… А мы встречаемся с следующей командой! Ууууууууу!!! Бравооо! Масланд… Ребята... Это невероятное ощущение, выйти на подиум в Сиане и прикоснуться хотя бы чуть-чуть к их слайде. Группа поддержки к нам подъехала прямо. Команда запрашивает рейсинг идет. Команда запрашивает рейсинг. Команда запрашивает рейсинг. Он приехал в Москву из Верхъезда. Так, Сири-Наши. Можно посмотреть и поблагодарить экипажа, которые сражались с ней, которые дали борьбу. До последнего этапа не было понятно, победит ли Маша или нет. Это вот, как его называют, Сир Моу, китайский экипаж. Который очень серьезный соперник, это вам не шутки, но очень опытный кончик. Погуглите его, он довел до белого коленя не одного штурмана, а десятки. С ним в более одной гонке мало кто ездит. Это очень суровый человек. И Маша объехал его. Вот пойдете, крупно покажем это лицо, которого Маша не боялась. И приехал раньше. А рядом с нами стоит Олег, который обслуживал Мавик в сети 14 долгих дней плюс день отдыха. Вот результат. Тяжелые работы экипажа меня и всех остальных, кто помогал нам. Экипаж? Вот команда Xtreme Plus. Еще у нас такой маленький помощник, который не знает команды Xtreme Plus. Это Супротек. Составы Супротек, которые очищают детали, смазывают их и берегуют. После команды Xtreme Plus постоянно в биваке оставалось пора металлового, сломанных деталей. У нас практически ничего не оставалось. Пара угнутых тяг. Ремни, как обычно. И все. Фактически больше ничего у нас не поломалось. Спасибо, Супротеку. А можно мне прикоснуться? Конечно. Муааа! Тигр! Ты едешь в Москву! В Питер! И по всей России! Спасибо Маше и Тае! Он тяжелый, он горячий, он заслуженный. Заговорил стихами. Спасибо, Олег, тебе! Поздравляю! Спасибо! Спасибо! Посмотрите, у него интервью. Он много вам интересного расскажет. Не-не-не, нужно больше говорить, чем я. Там есть о чем говорить. Смотрите, и сразу подходит толпа пощупать тигра. Прикоснуться, так сказать, к этой истории. Потому что это заслуга каждого, в том числе вас. Потому что вы смотрите наш канал. Нас тоже пока мало. Ралли-рейты пока не очень популярны в России. Но если бы вы не смотрели, то этого точно не было. Так что спасибо! Репостите нас, продвигайте ралли-рейты. Вот ради таких моментов, серьезно. Ну что, друзья, берем вахту, потому что очень жарко. Вести в одно тело стрим. Но, увы, у нас это немножечко с баферизацией. Примерно с часовым опозданием идет. Увы, ах, так вот сложились обстоятельства. Такие проблемы с интернетом в Китае. Но нужно относиться с уважением к законам и к требованиям каждого государства. Поэтому, друзья, продолжаем трансляцию. Жара, Егор устал. И немножечко расскажу об остальных участниках этого замечательного ралли-марафона «Шелковый путь». Так, «Алдис Вилсонс». Ну, пуяк! «Алдис, приветствую!» «Алдис, приветствую!» «Антон, рассказывайте, что у вас приключилось? Вы так хорошо шли!» «Бывает техника и так в жизни?» «Мы вас видели, вы проезжали мимо нас, видимо, с какой-то технической неисправностью, но, увы, мы вас не догнали». «Даже так?» «Ну, очень медленно ехали». «Вот, ну, в любом случае, вы добрались до подиума, и это достойно уважения!» «Спасибо!» «Поздравляем вас!» «Спасибо, ребят!» «Ну, вот так, буквально одного этапа не хватило «Алдису», и они схватили статчистовой пенализации, то есть «Джокера». «Джокер» — это когда ты не финишируешь. Не финишируешь даже с опозданием или не финишируешь своим ходом. Увы, увы, так сложилось. Ну и дальше. Команда, которая вчера нас приютила в Биуаке, когда нас накрыл жутчайший ливень. Ливень в пустыне. В городе... «Джунгвэй». 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 И так. Следом ещё один эгипаж на Баке. «Полярис». Такая же машинка, как и та, на которой Маша выступала в прошлом году. Вот «Алдис» сейчас на подиум заезжает. Кстати, штурман у «Алдиса» Антон Близенев, если вы помните, это штурман у Олега Максимова, борода доезда, которые в прошлом году, в сентябре, перевернулись на гонки «Волгограда-Лесна-Астрахань». Пришлось Антону немножко полежать в больнице из-за перелома позвоночника. У гонщиков такое бывает, к сожалению и к счастью, что никаких серьезных последствий это не вызвало. И Антон, как видите, снова в штурманском кресле. И штурманит рассказывает пилотам и показывает, куда ехать. Еще один экипаж на «Опеле», а дальше ребята, которые... Еще один экипаж, которые помогли нашим девчонкам Маше и Тае доехать. Доехать сюда, за тиграми, на первое место. Экипаж из Казахстана. Ребята, сейчас у них берут телевизионские интервью. Давайте подойдем к ним чуть попозже. Или даже можем посмотреть, что он скажет. Всем привет! Казахстан, Россия, Китай. Мы на финише в Сиане. Торжественный подиум. Добрались. Всех поздравляю участников. И желаю встретиться в следующем году вновь на этой же гонке. Еще больше людей, еще больше эмоций. Мои поздравления. Слушайте, ну как вам этот шелковый пульт дался? Он очень тяжелый, из-за дождей был. Супер, да. Мы, если честно, думали, будет легче. Были удивлены, насколько трудная гонка. Но этим она и прекрасна. Как бы это действительно здорово. Когда ты ее прошел, выдохнул, ты думаешь, вау, мы это сделали. Мужики молодцы. И в первую очередь, это действительно настоящие мужчины. В первую очередь, потому что не бросили в беде наших девчонок. Спасибо вам. Девчонки ваши, вот ваши девчонки, они заслуживают уважения. Это пример бойцовского духа. Мы просто поражены были. А вы пример, какими должны быть настоящие спортсмены. Спасибо вам. Мужчины. Браво, браво. А ведь, я вам говорю, секрет, многие не останавливаются. Это команда МАЗ. А это означает, что скоро побудут награждаться, так сказать, большегрузы. Да, грузовой зачет. Приветствую, друзья. Здравствуйте, здравствуйте. Команда МАЗ, спорт авто, наши друзья. Ребята тоже никогда не отказывают в помощи. В интервью. И в интервью, тем более, да. Это очень ценно. Ребята очень простые и очень этим и импонируют. Отец и сын, конкуренты Маши, итальянцы. Итальянцы. К сожалению, мы у них ничего не спросим, потому что в итальянском мы знаем только пицца и спагетти. Ну, ты можешь спросить, пицца о спагетти. К сожалению, нет. Ну, ребята, молодцы. Посмотрите, действительно, отец и сын гоняются. Давайте покажем. Давайте. Егор хочет снова повещать в кадре. Егор хочет очень повещать в кадре. Потому что, ребята, мы приехали на этот шелковый путь, как вы знаете, только с Китаем. Но он дался... Оттуда с Китая? А, да, с Китая. С Китая. Мы прошли с ребятами весь Китай. Это была ровно половина, где-то около пяти тысяч километров. Но это было невероятно тяжело в этот раз. Потому что нас было очень мало. То есть в прошлый раз была такая огромная съемочная группа. С нами были блогеры, куча операторов. А сейчас я действительно хочу сказать спасибо вам, что вы понимаете, что, может быть, ролики были не слишком качественные, чуть ниже уровня, чем обычно, но они выходили, если бы не интернет, вообще в тот же день, благодаря разнице в пять часов, а из интернета мы делали монтажер, Дима вообще не спал, ему отдельное спасибо. Мы тоже спали мало. Это было невероятно сложно. Но в прошлом году у нас не получалось выложить. Если вы помните, мы осветили три этапа. А потом в октябре стали выпускать большие фильмы. В этот раз мы осветили, уж как могли, не судите строго, каждый этап шелкового пути. Вы не представляете, тут в чем сложность. Если ты находишься в Питере, ты знаешь, кто на каком месте. И какой расклад, кто примерно как шел, за кем. И, ну, бой, у тебя нет ни кадров гонки, ничего. А если ты приезжаешь сюда, ты, у тебя есть кадры гонки, но ты абсолютно, реально, ты из пустыни, пока приезжаешь, уже записываешь ролик, где не можешь сказать, кто на каком месте приехал, что произошло. Ты видишь только то, что видит камера и своими глазами. Это очень сложно. Но мы растем, растем вместе с вами, и мы будем продолжать снимать тралли-рейды, потому что это действительно интересно. Ну, а теперь триумфаторы грузового засчета. Весь подиум занимает синяя армада. Первое место. Дмитрий Сотников. Браво! Молодцы, ребята. А можно? Можно? К сожалению, не будет слышно. У нас отвалился микрофон, поэтому вряд ли можно услышать, что Дмитрий с победой. Спасибо. Дмитрий Сотников. Маганайдис. Беден, Бабин. Беден. Очень интересные и интересные ролики. Смотришь здесь. Всё хорошо. Мы очень рады, чтобы быть здесь, чтобы увидеть много миганеров, много людей. Могите замечу, чтобы съемок. Все модели, кормки. Максима Макса. Ну, сам, не вращая. Юлили, деса, деса. Дамы с первой леды, но обеи дели были очень жаркие. Это невероятно, потому что она такая маленькая девушка, а она, пернатоли, вот и жилы, с первым деньгами от поэзошей у него. Вот и в сторону уважения. Дома смелы, митча. Наши бесчеречные, но два смелы. Кому он только будет гейм, только, только болельщика. Вот Дмитрий уже позвалил автомобиль, потому что нужно подъезжать, подъезжать ближе к финишному подиуму Но если не было вам слышно, то Дмитрий примерно сказал, что и все говорят Была очень тяжелая гонка, очень не повезло с дождями, он долго вкатывался, но в результате победил В принципе, все говорят примерно одно и то же Просто кто-то смог справиться с техникой, с дождями, кто-то нет Это технический вид спорта, к сожалению, здесь никто не вздрахует автомобили, никто не дает никаких гарантий Ну что, следующий экипаж Антон Шибалов К сожалению, опять же, у нас накладчик с микрофоном Это уже, по-моему, у нас неудачу преследует весь шелковый путь И просим прощения за то, что мы ничего вам не можем, сверх того, что сейчас снимаем, показать Но потом выйдет отчетный ролик по шелковому пути 2017 Друзья обязательно его покажем Обсудим, спросим у экспертов, как он прошел, что могло пойти иначе, в чем проблема, несчастье Или, может быть, наоборот, преимуществом команды тяжелой команды КамАЗ Ну, а сейчас... Михаил Да Здравствуйте Здравствуйте Команда КамАЗ Здравствуйте Ну что, довольны этим шелковым путем? Да, эта гога сложилась для нас очень хорошо Мы на подиуме в пятерке, наши КамАЗы в десятке Седьмое, восьмое место Причем, что, как подтвердили Дакар Три лучших грузовика, КамАЗ, КамАЗ Сейчас здесь то же самое на подиуме, поэтому все замечательно Слушай, а чем обусловлен такой дикий рост КамАЗа в последнее время? То есть вот и там-то совсем как-то в концовочке, а теперь так уже прямо наступаете самым сильным Системная кропотливая работа, работа над ошибками Постоянно ищем, где можно улучшиться Ну, у нас ни одного дня не проходит в команде просто так У нас каждый день какая-то генерируется новая мысль, внедряется Анализируется старый опыт Ну и вот, первая победа на этапе и серьезные подиумы Класс! Класс! Я очень поздравляю! Спасибо! Он еще из Питера, когда за вами следил Спасибо большое! Спасибо! Ну что? У нас уже все болит, мы уже с трудом разговариваем Еще раз поздравляем, очень рады за вас, ребята! Болели! Спасибо! Увидимся вечером? Да! А вечером вечеринка! Лучшая часть «Шелкового пути» и самое сложное утро завтра, друзья! Ну что, наверное, еще поснимем третий экипаж, КамАЗ-экипаж, экипаж Айрата Мардеева Третье место Весь подиум в этом году в грузовом зачете Достался команде КамАЗ-мастер Синяя Армада А мы, друзья, заканчиваем трансляцию Спасибо, что смотрели нас Увы, нет у нас сейчас больше возможностей дальше снимать подиум Потому что еще поедут и Татра, поедут и Века Увы, друзья, так сложилось Всем пока! Спасибо, что смотрите нас! Спасибо! Спасибо вам! И спасибо, что болели за Машу и Таю Они молодцы! А мы погладим тигра и спать! Я не знаю, пойдешь ты на вечеринку или нет, а я пойду спать! Я пойду! Веселимся! Спасибо!